У Виталия Евгеньевича появилась новая забота. Он как представитель власти проверяет, хватит ли жителям кжельского поселения продуктов. Министерство потребительского рынка разработало программу по мониторингу наличия товаров первой необходимости. На территории кжельского поселения 15 сетевых магазинов. Их проверяют ежедневно. Проезжая по ним, мы смотрим определенный перечень продуктов. Это крупы, мясо, сахар, мука. Фотографируем наличие, смотрим минимальная цена, максимальная цена и количество наименований. Тем самым, проводя мониторинг, смотрим, чтобы все продукты были в наличии. Помимо наличия продуктов первой необходимости, идет проверка чистоты. Каждый час технический работник должен протирать пол, дезинфицировать кассу и другие поверхности. А что входит в уборку? Пол помою, втирают кассу, окно, все. Да, 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 все-все приметы. Смотрим, как проводится дезинфекция помещения. Есть ли наличие на полу полосы разделительные, соблюдают ли граждане дистанцию между собой. В случае, если много людей, кассы должны быть разнесены, очереди должны быть на удалении. На кассе у кассира перчатки, маска и дезинфицирующие средства. Помимо этого, график уборки помещений. Поведение людей в магазине регламентировано недавно. Люди привыкают к рекомендациям, соблюдают дистанцию, носят маски и не подходят друг другу близко. Если вдруг что-то забудут, им напомнят. В этом магазине конкретно сейчас мы явных нарушений не выявили. Полосы есть, все продавцы в масках, перчатках. Если бы были какие-то нарушения, мы бы сделали замечание, чтобы они их устранили. Новая обязанность не в тягость Виталию Евгеньевичу. Он проследит, чтобы в магазинах кжельского поселения все было в чистоте, порядке и продуктов в достатке. Ольга Скрябина, Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».